В эфире вести Приволжского федерального округа. Сегодня в программе. Бережливые технологии. Федеральный форум. Производительность 360 в Нижнем Новгороде. Проезд открыт. Новая автомобильная дорога в обход столицы Мордовии. Туриада-2018. Окружной спортивно-туристский лагерь в Саратовской области. Об этих и других темах в программе вести Приволжского федерального округа. В Саратове прошло совместное выездное совещание секретаря Совета безопасности Российской Федерации и полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе. Николай Патрушев и Михаил Бабич вместе с главами регионов округа, представителями федеральных министерств и ведомств страны обсуждали вопросы профилактики распространения деструктивных взглядов и течений среди учащейся молодежи, а также противодействия незаконному обороту наркотических средств на территории регионов Приволжья. Затем секретарь Совета безопасности и Приволжский полпред посетили крупнейшую в мире авиабазу, расположенную в Энгельсе. Эта база единственное место в России, где несут службу стратегические бомбардировщики Ту-160 и ракетоносцы Ту-95МС. Авиабаза постоянно находится в боевой готовности и именно отсюда самолеты отправляются на боевые операции в Сирию. После этого Николай Патрушев и Михаил Бабич побывали в уникальном музее дальней авиации, который работает при авиабазе. Первый федеральный форум «Производительность-360» прошел в Нижнем Новгороде. Его участники обсуждали, как бережливые технологии помогут прорывному бизнесу в экономике и повлияют на повышение благосостояния граждан. Одно из ведущих предприятий атомной промышленности АКБМ имени Африкантова «Бережливые технологии» здесь активно внедряют с 2015 года. Издержки производства сокращаются, производительность труда растет. Как? Переоборудовали цеха. Сейчас лишние движения сотрудников сократились минимум в два раза. И как один из весомых результатов, за три года производство тех же парогенераторов увеличили в 10 раз. Опыт нашего региона показательный. Область по праву может считаться локомотивом российской промышленности. Поэтому не случайно именно в Приволжской столице впервые проводится форум федерального масштаба. Старт приоритетной программе в прошлом году дал президент России Владимир Путин. Наш регион вошел в число семи пилотных регионов. Мы это делаем не только для реализации конкретных задач, поставленных в цифре, то есть для экономической и макроэкономической статистики, но и для повышения благополучия граждан, для повышения уровня их дохода, водосостояния. В этом году к приоритетной федеральной программе присоединятся еще девять субъектов России. Отмечают задачи, поставленные в послании президентом, амбициозные, но вполне выполнимые. Рост производительности труда на 5-6% в год. Одним из организаторов форума выступает госкорпорация «Росатом». Именно их эффективный опыт внедрения бережливых технологий планирует тиражировать по всей стране. Не способность успеть за изменениями чревата не просто потери лидирующих мест, чревата полным исчезновением. Мы в «Росатоме» делаем все, чтобы меняться постоянно, а перемены – это создание новых компетенций, новых предприятий, новых направлений деятельности. Работа форума продолжится. Будет презентован региональный проект «Эффективная губерния». Его основная задача к 2035 году – увеличить доходы нижегородцев и показатели валового регионального продукта не менее чем в два раза. В Мордовии торжественно открыли восточный обход Саранска. Эта автомобильная трасса, которая станет основной в период проведения чемпионата мира по футболу, существенно разгрузит город от транзитного транспорта. Новую развязку строили 6 лет. Глядя на результат, этот срок можно считать рекордно коротким – асфальт, как стекло. Несколько уровней ограждений безопасности, отличное освещение – не дорога, а праздник. Легкость передвижения танцоров по покрытию только подчеркивает безукоризненное качество. И это часть солидного имиджа республики. В официальном выступлении Максим Соколов дал оценку. Дороги Мордовии, я говорю и о федеральных дорогах, и о дорогах местных, региональных, муниципальных, являются одними из лучших в России. Это признают все, кто ими пользуется. Глава Мордовии сказал, что решение о строительстве дороги принято при прямом участии президента Владимира Путина. В Госдуме же над реализацией проекта работал депутат Виталий Ефимов. А строили специалисты местных компаний. Сторонние организации привлекать не пришлось. Мы разгрузили город Саранск, мы решили экологические проблемы по городу Саранску, мы решили транспортные проблемы по городу Саранску. Все грузы, которые идут с юга на север, раньше шли через город Саранск, сейчас в обход города Саранска. Это решило многие, многие наши проблемы. Для нас эта дорога имеет огромнейшее значение. Эти кадры с высоты птичьего полета мы сделали накануне. Рабочее движение здесь открылось еще зимой. И надо сказать, движение очень активное. Развязка, что называется, просто идеально вписалась в дорожную сеть. И теперь будет решать серьезные логистические задачи. В том числе во время чемпионата мира по футболу. В Уфимском сосудистом центре больных ставят на ноги при помощи необычных средств реабилитации. Например, ткацкого станка. По словам врачей, те, кто перенес инсульт, могут восстановить слаженность движений, развить мелкую моторику и даже улучшить память. Всего за полгода работы центра более тысячи пациентов вернулись к полноценной жизни. Одышка, холодный пот, боли, жжение за грудиной. Спустя несколько лет симптомы вновь дали о себе знать. Приезд в скорой, незамедлительная госпитализация и своевременная терапия помогли 45-летнему мужчине пережить третий инфаркт. Первый инфаркт у меня был в 29 лет. В санатории сказали, что он был самый ранний в Башкирии. Поэтому как бы так. Второй через два года у меня был. Вот раз с 1 на 2 мая. С Кушноренкова я сам. Меня привезли тут в нашу местную скорую помощь. Приемное диагностическое отделение регионального сосудистого центра на базе городской клинической больницы номер 21 города Уфы ежедневно поступают до 10 пациентов с острой коронарной патологией. Инфаркты и инсульты сегодня становятся наиболее частой причиной обращений за экстренной медицинской помощью. Ежедневно к нам поступают пациенты в возрасте от 40 до 65 лет. Пациенты в основном мужчины. А это реанимация сосудистого центра. Именно здесь выхаживают пациентов, которые перенесли инфаркты и инсульты. Сюда же поступают больные после стентирования сосудов сердца и сонных артерий. Эмболизация аневризмы сосудов головного мозга. Вы находитесь в реанимации кардиологической ОАР-3, где находятся больные после инфарктов миокарда, после эндокскулярных операций, таких как коронарангиография, стентирование, операции на сонных артериях. Проводится динамическое наблюдение, контроль за их состоянием. В ближайшее время будет открыт ангиограф и компьютер-антомограф для обследования таких больных. Период реабилитации. Насколько он будет продуктивен, зависит от сил и характера самого пациента, и от того, насколько профессионально и в срок была оказана медицинская помощь. Эту катушку будешь перекатывать туда. Давай. Ручной ткацкий станок для отделения реабилитации регионального сосудистого центра изготовили мастера-ремесленники. С его помощью больным, которые перенесли инсульт, помогают вернуть утерянные навыки. Слаженность движений, развитие мелкой моторики и координации. После нескольких занятий улучшается память, а движение пальцев становится более уверенными. Кабинет эрготерапии для пациентов после нарушения мозгового кровопрощения. Здесь проходят пациенты реабилитационные лечения с нарушением мелкой моторики. Сердечно-сосудистая система имеет большой запас прочности, но, к сожалению, он не бесконечен. Именно заболевания сердца и сосудов сегодня являются главной причиной смертности во всем мире. Только в Башкортостане каждый третий взрослый человек страдает болезнями системы кровообращения. С декабря 2017 года на базе городской клинической больницы номер 21 города Уфы успешно работает региональный сосудистый центр. За полгода лечения и реабилитацию здесь прошли более тысячи пациентов. Традиционные соревнования спортивно-туристского лагеря «Туриада-2018» проходят в Саратовской области. Почти 700 участников из всех регионов округа будут демонстрировать свою физическую выносливость, знания о туризме и истории родного края, знакомиться с достопримечательностями Приволжья. У подножия знаменитых Волынских меловых гор, как грибы, выросли палатки. Команды представляют практически весь Приволжский федеральный округ. Более 700 человек продемонстрируют не только спортивную подготовку, но и презентуют свои проекты. Открывают «Туриаду» соревнования на кубок полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. Спортивно-туристская эстафета включает бег с преодолением полосы препятствий, а также покорение высот при помощи альпинистского снаряжения. Как признались сами участники, эмоции зашкаливают. В этом году лейтмотив «Туриады» – событийный туризм. На правах хозяев участники из районов Саратовской области знакомят гостей с местными фестивалями. В Балакове это фестиваль клубники, в Ольске ухи, в Марксе фестиваль «Хлебная пристань». По задумке организаторов, эта составляющая позволит участникам узнать больше о Саратовской области. Мы начинали действительно со спортивного туризма. За эти шесть лет, тут уже трудно даже сказать, чего больше здесь. Событийного туризма, познавательного туризма, спортивного туризма. Потому что ребята, когда им создали условия для проведения таких соревнований, 12 тысяч ребят приняли участие в отборочных соревнованиях. Что такое въездной туризм? Кроме всего наполнения, мы сказали, там у нас по датам событийные фестивали, событийные туризмы, это все дополняет. И мы перед собой же, понимая все это, через вот такие подходы туриада и прежде всего активного деятельности здесь здорового образа жизни молодежи. Туриада проходит на нескольких площадках. Так, состязания по водным видам спорта сегодня стартовали в Балакове. Вы смотрели программу «Вести» Приволжского федерального округа. Продолжение следует...